Привет, милашки! Вы на канале Qt&Channel. Сегодня у нас пустые баночки. Я надеюсь, вы их ждали. И хорошая новость, это видео выйдет на двух каналах. На этом канале Qt&Channel и на канале Qt&Vlogs. Сегодня я, как всегда, разделила пустые баночки по категориям. И у меня здесь стоит раз в эти четыре категории. Это пустые баночки для волос, тела, лицо и декоративная косметика. Начинаем пустые баночки с баночек для волос. У меня их больше всего. Я недавно взяла на пробу, ну как недавно, месяца два назад, вот такой ополаскиватель для волос. Он же бальзам, восстанавливающий. А вообще написано, что это кондиционер. Это кондиционер для волос от фирмы Kerasis. Я так считаю. И скажу, что именно вот этот в розовом виде мне понравился, потому что у меня сейчас с голубой этикеткой и он мне нравится меньше. Что хочу сказать по поводу этого кондиционера. Он очень хорошо распутывал мои волосы, хотя поначалу, когда я его наносила на волосы, казалось, что никакого эффекта от этого действия не будет. Он, конечно, не из дешевых, но свою работу делает. И причем еще мне нравится, у него очень удобный дезатор. Поэтому советую этот ополаскиватель, кондиционер к покупке, но берите по акции, там дешевле. Следующая баночка у меня уже достаточно давно. Это термозащита фирмы Estelle. Покупала я, наверное, уже год назад, но никак не могу добить, потому что мне не нравится запах. Аромат волос после кондиционера очень неприятный, как будто тухлый. Поэтому я решила его не добивать и выкинуть. И купила себе новый кондиционер от Nivea. Не буду советовать, потому что мне не понравился. На троечку. Но цена была нормальная. Очередная пустая баночка от сухого шампуня фирма L'Oreal. Magic Shampoo называется. С цитрусом. У него очень хороший аромат. Если ваша голова уже попахивает после того, как вы ее не помыли, то это средство очень классно уберет запах. По поводу того, что он превращает волосы в помытые и уложенные. Нет, не скажу. Укладки вы не получите, но запах будет классный. И я думала, что этот шампунь так себе не очень. Пока не попробовала сухой шампунь от фирмы Batista, которым сейчас пользуюсь. И поняла, что вот этот все-таки намного лучше и бюджетней. Поэтому, девочки, не спешите с выводами. Попробуйте сначала все, как я. А потом сделайте свой экспертный вывод. Я не буду сегодня много рассказывать о пустых баночках. Скажу конкретно, что они делали или не делали. Потому что не вижу смысла три года рассказывать одно и то же. Следующая пустая баночка из под репейного шампуня. Я просто взяла, по-моему, в аптеке его. Честно, не помню, где даже брала. По-моему, в аптеке. Я его перелила в другую баночку. Поэтому это у меня сейчас в пустых банках. Ну, что сказать. Обычный репейный шампунь обычно справляется со своим делом. Хорошо до скрипом вымывает волосы. Я вот подумываю его смешать со своим привычным шампунем, который моет голову. Чтобы был эффект еще и на корни волос. Я уже давно этой фишкой пользуюсь. И советую вам, если у вас выпадают волосы. Или вы хотите, чтобы волосы выросли. Изредка покупайте репейный шампунь. Не важно, какой фирмы. Главное, чтобы он был более-менее натуральный. И тогда волосы ваши скажут вам спасибо. Следующие баночки у нас от фирмы Avon. Первое это масло от Avon. Вот такое. Тоже я его не использую. Потому что я перестала вообще пользоваться маслами. Мне они очень не нравятся. Мне нравится, как они утяжеляют волосы. Я не чувствую никакого эффекта. Лучше я куплю более дорогой бальзам для волос или маску. И это будет толку намного больше. Поэтому я его выбрасываю. И следующая баночка это спрей двухфазный. Тоже для блеска, для расчесывания волос. Несколько лет назад я им активно пользовалась. Я просто без него не могла выйти на улицу. Он реально придает волосам очень классный блеск. Особенно если волосы на солнце. Но сейчас мне перенравился аромат, эффект. И я тоже им перестала пользоваться. Плюс тут в середине есть масла. Маслами я не пользуюсь. Потому что и так у меня сухие волосы. Но как бюджетный ход за волосами, если вы любите такие средства, то я советую. С баночками для волос мы закончили. Приступаем к баночкам, которые относятся к телу. И первое, что я покажу, это моя любимица. В последнее время стала. Я открыла для себя новую фирму Таноэ. После того, как я стала ходить на шугаринг к девочке, она мне посоветовала эту фирму. Она же ее использует в своей работе. Это профессиональная косметика по уходу за телом. Там есть много всяких штук для шугаринга. Это не реклама, просто рассказывает свой опыт. У меня это молочко увлажняющее для тела. У него прикольный дезатор. Как у умывалки. И оно классно ложится на тело. Очень легкое, мягкое. Я сейчас купила уже другое средство. Тестирую его. Но вот эта штука мне понравилась. Единственное, что у них своеобразные ароматы. Я, например, не очень люблю такие ароматы. Что в этого средства, что у того, что я сейчас пользуюсь. Но тем не менее, главное эффект. Эффект увлажнения есть. И цена достаточно нормальная по сравнению с масс-маркетовскими увлажнялками. Типа Ниве и Дав, которые на мне, например, не работают. Советую. Так, кто у нас тут дальше? Пойдем по гелям для душа. Следующий гель для душа. Вот такой Дав. Не помню ничего про него. Но и плохого сказать не могу. Гель как гель. Пах нормальный. Главное, что я его до конца использовала. Значит, он был нормальный. Вообще, Дав хорошая марка. Но внимательно нюхать аромат в магазине. Чтобы не попасть, как я в тот раз. С гелем для душа, в котором была глина. Следующий гелик. Это моя любовь. Я вообще эту марку для себя открыла по-новому. Я обожаю, как эти гели пахнут в душа. Мне все равно, как он пахнет потом на мне. И пахнет ли он вообще на мне. Мне нравится вот это чувство свежести. Вот конкретно говорю сейчас про этот с цитрусовым ароматом. Тут с лаймом. Как же вкусно пахнет. У меня прям слюнки потекли. Прям весь душ и вся ванная комната наполняется этим ароматом. Это очень клево. И у них очень милые баночки. Единственное, что мне неудобно открывать моими ногтями. А так очень бюджетная цена и хорошая линейка разных ароматов. Девочки, в последнее время я начала увлекаться кремами для рук. Я прям активно пользуюсь сейчас разными кремами. И я прям на них подсела. У меня прям ритуал перед сном увлажнить руки. Это прям новизна для меня. И у меня, наверное, впервые в жизни закончился крем для рук. Представляете, вот такой я брала бархатные ручки с зеброй. Я его вообще в сумке носила, но потом выложила и использовала дома. Мне очень понравился. Причем у него маленькая вот такая версия компактная. Для сумки класс, но для дома маловато. Сам крем бархатные ручки мне нравится. Но именно не классический, а вот такого плана. Я не знаю, чем они отличаются. Но, в принципе, очень хорошо. Очень хорошо увлажняет. И, что самое основное, он впитывается, не остается на поверхности рук. Это очень хорошо. Так, вот такими маленькими шажками мы с вами пришли к баночкам пустым косметики для лица. И здесь в основном будут все мои любимчики. Давайте я начну с такого, с нейтрального любимчика. Это тоже новая для меня фирма Вербена. От Фаберлик я решила пойти по уходовым средствам для лица. Отчетливый запах, на что это похоже, на имбирь. Это запах имбиря. И сама фирма Вербена, вот это мне вспоминают сериал «Дневники вампира», где там вампиры все были уязвимы от Вербены. Я почему-то, когда пользовалась этим кремом, я всегда вспоминала этот сериал. Из хорошего, да, он увлажняет, он легкий, подходит для жирной кожи. Я его брала, кстати, как ночной крем. Он бюджетный. Но, два но. Это запах, который реально остается до конца использования. Прям пахнет имбирем, конкретным ярким имбирем. Мне это не очень понравилось, потому что я имбирь привыкла кушать только в чае. И неудобная вот эта вот открывашка. Она постоянно выпадает с рук. Особенно, когда ты вечером сонной мажешься или утром сонной мажешься. Вот это меня, честно говоря, раздражает. Пока больше повторять не буду. Странно, очень по запаху мне он пришелся. Но, опять же, если у вас все хорошо с кожей, вы ищите легкий, влажняющий кремчик, то это для вас. Вы знаете, сколько я рекламирую фирму Avon и Faberlic, они уже должны предложить мне коллаборацию, хотя бы какую-нибудь рекламу. Потому что их средства я, наверное, покупаю чаще, чем все остальные. Если вы слышите меня, я хочу с вами работать. Так, дальше. Фирма Avon, девочки. Да, ничего не меняется. Этому крему я не изменяю по сей день. Вы уже эту банку видели тысячу раз. Что там он, матирующий. Я им постоянно пользуюсь. Утренний ритуал у меня только с этим кремом. Пока не нашла другого, да и не надо. Он офигенный. Он муссовый, он увлажняет классно. Я его обожаю. Стоит он дешево, 100 гривен. Следующий мой обожаемый любимчик. На влоговом я уже рассказывала, показывала. Молочко для очищения лица. Я сейчас вам расскажу предысторию небольшую. Может кому-то будет полезно. Когда я была чуть моложе, училась в школе, я тоже пользовалась молочком для снятия макияжа. Но как я это делала? Я наносила его на спонж. Потом пыталась вытереть лицо. В итоге весь спонж был в этом молочке. И лицо просто натертое. Сейчас же как я делаю? Я его выливаю на руки. И прям на лицо, вазяньку, как гель для умывания. Потом смываю. И она работает. Вот как надо было пользоваться молочком. Я обожаю вот это молочко, именно Белита. Потому что его удобно смыть. Пленки не оставляет. И для моей чувствительной кожи, которая стала жутко реагировать на мицеллярную воду, это спасение. Плюс цена, девочки. Это вообще огонь. Удобный дозатор и баночка мне нравится. Второй я уже пользуюсь. Просто про мицеллярку забыла. Очень советую, очень нравится. Особенно хорошо подойдет для молодой кожи. И последняя баночка для лица. Это фирма Фаберлик. Но скажите потом, что это, блин, не реклама. Тоже это была первая банка. Понравился. Вторая уже стоит, я пользуюсь. Тоже достаточно бюджетный. Но еще не самый идеальный, который я нашла для себя. Я еще в поиске идеального геля для умывания. Его я, кстати, наношу после того, как я умылась молочком. И он достаточно хорошо справляется со своим делом. Но как отдельное средство, чтобы снимать с нуля макияж, он не подойдет. Он слишком мягкий для этого. То есть, это завершающий этап в снятии косметики. Ну что, последние три пусто-баночки декоративной косметики. Это у меня тоже мои любимчики, которые закончились. Так, первое, что я вам покажу, закончилось совсем недавно. Это Эвелин. Матирующая пудра. Банановая. Еще есть такая персиковая. Я и пробовала. Мне она понравилась больше почему-то. Из-за запаха, наверное. Они сейчас такие дорогие стали. Я просто немножечко так была в шоке. Но новую пудру я не взяла. Взяла кое-что другое. Эта пудра рассыпчатая и очень хорошая. Я удивлена. Фирма Эвелин. Вы молодцы. Вы подтянулись. Потому что раньше это было очень бюджетно и не очень качественно. Следующая пустая баночка. Это моя любовь и одновременно мое разочарование, которое до сих пор высыпается из тюбика. Попробую показать. Это румяна от фирмы Бейль. Румяна у них бесподобная. У них классный цвет. У них хорошая цена. Хорошая стойкость. Но они обладают жутким свойством. Они просто сами по себе ломаются. Они мне не падают никогда. Я аккуратно закрываю крышечку. Но все время я достаю эту баночку. И она у меня уже потресканная, поломанная. Поэтому они всегда у меня быстро выбрасываются. Ими невозможно пользоваться. Потому что они постоянно побиты у меня. С чем это связано? Я не знаю. Может они очень сухие. Но из-за этого я их больше покупать не хочу. А так они просто бомбические. Я ими уже давно пользуюсь. И фирму Бейль очень люблю. И последняя пустая баночка на сегодня, девочки. Да, я расстроена. Потому что я давно не снимала видео. Мне очень интересно даже для себя это сделать. Снимать. И рассказывать. Это у нас консилер Maybelline Fit Me. Мой любимейший консилер. У него средняя степень покрытия. У него классная цена. Они постоянно в Еве на акции. Но. Вот тут большими буквами жирные. Но. У меня от него пошла аллергия. Я не знаю, что случилось с моей кожей. Или именно с этим консилером. После того, как я наношу как консилер. Я его мажу под глаза. Оставляю на минутку, чтобы он немножечко подсуха. Потом размазываю. Я наношу и начинаю жутко сжечь. Это жжение ужасное. И я не могу с ним ходить долго. Поэтому я его больше не покупаю. Пришлось заказать другой консилер. Что бы они там сделали с ним, я не понимаю. Возможно, это моя реакция. Кстати, у меня была аллергия тоже на тональный крем Maybelline. Когда я тестила в магазине, у меня покраснела кожа. Возможно, это моя непереносимость какого-то из компонентов. Но, девочки. Это классный консилер из бюджетного сегмента. Для того, чтобы покрывать темные круги. Вот такие были сегодня у меня пустые баночки. Пишите, что вы использовали из этой серии. Как вам понравилось или не понравилось. И опять же, жду от вас комментариев по поводу. Может, вы знаете какую-то альтернативу каким-то средствам. И я надеюсь, увидимся в следующем видео. Всем пока. Спасибо, что вы у меня есть.